Ну, давайте. Сначала скажите, пожалуйста, имя, фамилия, место и год рождения, и какой нации, такой племени. Меня зовут Базма. Я родился и вырос здесь, в этих краях, в Яшкуле, села Яшкуль. Мне 46 лет, по-калмыцки мне 47 лет. У нас в Калмыково всегда, чем в Европе, на год больше, всегда возраст. Семья у меня, четверо детей, три сына, одна дочка. По профессии вы чем занимаетесь? Я сейчас работаю, сейчас, в данное время, здесь, вот, на животноводческой стоянке, вот, коров выращиваем, пасем. Как это, ранчуны, или как у вас? У нас на точке называется, на точке работаем. Скажите, знание про скотоводство, про лошадей, верблюды, как, в каком уровне является в калмыцком языке? Какая специфика калмыцкого языка приспособлена к скотоводству? Да, у нас испокон веков, наш народ всегда занимался скотоводством. Мы же монголоязычные люди, когда-то жили в Западной Монголии, здесь 400 лет всего, как находимся. Ну и, конечно же, самое главное занятие у нас, это животноводство, скотоводство. Лошади, баранов, коров выращиваем, верблюдов. И вот здесь, в этом солхозе, в этих краях тоже выращивают верблюдов, лошадей, баранов и коров. То же самое. Те же, то же самое занятия, в основном, занимаются животноводством, скотоводством. Ну и, конечно, очень многое связано у нас с животными, естественно. В культуре нашей, в языке нашем, в поговорках, пословицах. Наш язык очень насыщен, скажем так, потому что скот играет главную роль. И питание, и питаемся, и раньше и одевались шкурами, животные давали практически все. А сейчас, конечно, в основном мясо и шерсть. Понятно. А вы сказали, что язык калмыцкий насыщен знанием про скотоводство. Можете дать несколько примеров? Особенно калмыки и лошади, это как одно целое. Лошади считаются такое, самое такое животное, чуть ли не святым считается. А язык, каким образом это отражает язык калмыцкий? В языке наши поговорки, пословицы, песни, посвященные лошадям. И вообще, очень многое в сравнении с лошадями, очень глубокий смысл закладывается. Например, если привести вам примеры. Самое главное, наверное, то, что у нас говорят. Для калмыка лошадь, все равно, что крылья, которые дали небеса нам. Это пословица. Да, такая пословица. Еще раз по-калмыцки. Лошадь, для калмыка, мужчины, это все равно, что крылья. А все пословицы по-русски? По-русски, если перевести. Лошадь, для калмыка, мужчины, это все равно, что крылья. Понятно. Или говорят еще, ну, одна душа у мужчины и у лошади. Очень много песен, посвященных лошадей. В эпосе нашем Джангар подробно описывается, какие приметы у лошади. Там 30 с лишним примет у хорошей лошади должны быть. Уши должны быть, как у волка. Задние ноги, как у зайца. Ну, там, очень много таких сравнений. Грудь там такая, как у тигра. Ноги. Там все подробно описывается, конечно. Всякие желательные черты хорошего лошада. Ну, вообще, калмыцкая порода лошадей, насколько я знаю, она отличается тем, что в процессе эволюции, скажем так, мы, калмыкии, пока мигрировали, пока шли сюда, в Западную Монголию. Около полувека мы сюда шли, 50 лет. И, естественно, входили в отношения с другими культурами, с другими народами. И здесь, на Кавказе, считай, здесь Северный Кавказ. Монгольская лошадь изначально, потом вывелась калмыцкая, калмыцкий тип лошадей, который основан на монгольской породе. Небольшого роста, задние ноги очень такие сильные, туловище длинные у нее должно быть, у калмыцкого лошади. Голова большая, немножко такая с горбинкой, горбоносая лошадь. Ну и ноги очень крепкие, такие сильные должны быть. А про верблюда какие пословицы есть на калмыцком языке? И потом в переведении на русский. Томяна, это переводится верблюд на калмыцком тамя. Вот из 12-ти годов, у нас у монголов, у калмыков, каждый год носит название животного. Наверное, вы знаете, да? Вот я родился год лошади, 66-й год, год лошади. И через 12 лет он повторяется, этот цикл. Ну вот, а среди названий каждого года, 12-летнего цикла, нету названия верблюда. Ну, верблюд, он, поговорок очень много, конечно. Тамян, тамян, буруха, говорят. Верблюд – это такое животное, которое сочетает в себе очень много всего. У него морда, как у обезьяны, уши, как у мыши. Хвост такой, наверное, на тушканчика больше похож. От нескольких животных он взял, как сказать, голова, допустим, обезьяны, как я говорил, уши. Еще от другого животного. И вот такое животное. Калмыкия очень уважительно, конечно, относятся к этому животному. Потому что раньше на нем перевозили, когда кочевали. Можете вспомнить пословицу про верблюда на калмыцком? На калмыцком на своем языке? И поговорка. Говорят, вот когда... Когда что-то происходит, такое событие, неожиданное. Как будто верблюз спустился с небеса, говорят. Очень много таких пословиц, конечно. Интересно. А про лошади вы можете спеть одну? Да, я тоже. У нас калмыка очень была... Да и есть до сих пор очень много песен. Она будет играть с вами? Да, я ее полю для вас.